Рассматривая старые военные фотографии, сделаны преимущественно по ту сторону фронта. Можно заметить, что некоторые немецкие солдаты носят странные волосы на своих касках. Наверняка в таком случае многим было бы интересно узнать, для чего нужны загадочные висюльки, какую функцию они выполняли и почему их не носили поголовно все военнослужащие сухопутных войск Рейха. Немецкая военная машина в конце первой половины 20 века подарила миру и много дельных, и много откровенно провальных идей в области развития армии и снаряжения. В конце концов, Вермахт не просто так был одной из наиболее передовых армий своего времени. Впрочем, сейчас речь пойдет как раз об одной такой неудаче. Загадочные волосы на касках некоторых немецких солдат. Это достаточно банальная маскировочная маска, которая при этом получила откровенно неудачный дизайн. Появилась данная маска еще в 1936 году. В 1938 была выпущена и испытана первая партия лицевого камуфляжа, который выпускался вместе с пехотными плащ-палатками и мог быть одной из трех расцветок. Испытания прошли неудачно. Маскировочная сетка маска постоянно мешала. Немецкие солдаты старались снимать маски перед боем или, по крайней мере, просто переворачивали каску задом наперед, до тех пор, пока ситуация не становилась экстремальной. В январе 1939 года бригадерфюрер СС Пауль Хаусер предоставил развернутый отчет о практике использования лицевой маскировки в полку СС Дойчланд. Офицер писал о том, что маска абсолютно непрактична и обременительна для солдат в боевой обстановке. В итоге командование решило снять данный вид маскировки с производства. Однако от идеи ее применения не отказались. Первые маскировочные сетки в вермахте применялись вплоть до 1942 года, пока в войсках оставался достаточный запас данного снаряжения. Полагались сетки бойцам, которые вели бой преимущественно из неподвижной позиции — снайперам и пулеметчикам.